Всем привет! В эфире Мослектория. Сегодня мы отправимся в путешествие на Луну. Как проходили советские миссии? Зачем нам менять эту планету? И как благодаря Луне вообще зародилась жизнь на Земле? Обсудим у нас в студии Максим Цуканов, популяризатор космонавтики. Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Как известно, ничто не вечно под Луной, но ведь сама Луна тоже когда-то должна была зародиться, появиться. Как это происходило? Существует несколько теорий образования планеты Солнечной системы, в том числе объектов, таких как спутники. Но самая распространенная – это импактная теория образования Луны. Эта теория гласит о том, что при образовании Земли, когда под действием больших масс и давлений образовывалась поверхность Земли, по Земле ударила протопланета Тея. Тея с древнегреческого – это имя Титаниды, которая, собственно, является дочерью Луны, Селены. Тея ударила по Земле, вырвала большой кусок нашего земного вещества, еще молодой, новообразованной Земли. Вокруг Земли образовался пояс астероидов, который со временем, двигаясь вокруг Земли, образовал протоспутник. В данном случае это Луна. Получается, что у нас и Земля, и Луна состоят из одного и того же вещества, плюс еще часть этой маленькой протопланеты, которой не повезло оказаться на пути движения нашей Земли. При столкновении большая масса Земли вырвалась. И получается, что мы сейчас имеем на орбите объект, который, с одной стороны, является нашим спутником, с другой стороны, некоторые ученые, есть такие достаточно сложные теории, предлагают называть Землю и Луну системой двух планет. Есть ученые, которые заявляют, что Луна – это объект, который можно назвать отдельной планетой. Но что такое планета? Вот у нас существуют параметры, по которым мы определяем, является ли объект планетой. Это должен быть достаточно массивным объектом, чтобы получилась сферическая форма, большая масса. Этот объект должен вращаться вокруг Солнца по своей орбите. Я пока загибаю пальцы, потому что все подходит. Да. И третье – должно очистить пространство вокруг себя. По этим параметрам, к сожалению, мы вычеркнули Плутон из планет. Почему? С одной стороны, достаточно массивный объект, она с сферической формы, то есть это карликовая планета. Во-вторых, она действительно вращается вокруг Солнца, но она не очистила пространство вокруг себя. То есть, Харон и Плутон примерно одинакового размера. Кроме того, существует огромное количество маленьких спутников, маленьких объектов вокруг Плутона, поэтому Плутон вычеркнули из списка планет. Что касается Луны, Луна – самый крупный спутник, он находится, этот объект, возле Земли, и он очень сильно влияет на Землю. Луна находится в гравитационном захвате, или еще называют это приливной захват, когда объект повернут только одной стороной к материнской планете. Большинство спутников в Солнечной системе повернуты к планете одной стороной. Есть небольшое количество исключений, в основном у планет-гигантов и у Плутона, где кроме Харона все остальные вращаются как попало. Есть ошибочное представление, и ошибочное название многие путают. Я в практике часто встречаю, люди говорят «темная сторона Луны». Вот говорить так неправильно. А Пинк-Флойд во многом это породили. Благодаря Пинк-Флойду они популяризировали это название «темная сторона Луны», но она не темная, потому что Луна вращается вот так вот вокруг Земли, все время повернута одной стороной, но Солнце может находиться где угодно, и как одна, так и другая сторона прекрасно освещается. Но правильно говорить «обратная сторона Луны», потому что, находясь в приливном захвате, Луна обращена к нам одной стороной, и мы в основном наблюдаем с небольшим изменением градуса, в зависимости от времени года, примерно чуть больше половины нашего естественного спутника. К разговору о том, каким образом повлияла Луна на образование, появление жизни на Земле, тут очень широкий простор для дискуссии. Дело в том, что Луна стабилизирует ось вращения Земли. Она, благодаря Луне, существуют приливы и отливы. То есть, благодаря прохождению Луны, вода под силами гравитации притягивается, уходит, и получаются приливы и отливы. Как эти приливы и отливы влияют на работу различных химических элементов на Земле? На заре образования Земли, когда была очень большая вулканическая активность, в небо вбрасывалось большое количество серы, и когда только-только появилась Луна, Луна была к нам значительно ближе, она постепенно отдаляется. То есть, она не покинет, конечно, гравитационный захват, она постоянно движется чуть-чуть дальше, чуть-чуть ближе, возвращается. Но суть в том, что в то время влияние Луны было еще больше, чем сейчас. Так вот, неорганическая органика иногда может очень интересно пересобираться. Мы можем получить органические молекулы из неорганической химии. Тут работают процессы электролиза. Молнии, электрические разряды в атмосфере могут разлагать элементы. Кроме того, благодаря приливам и отливам происходило постоянно высушивание элементов, образовывающихся в океане, в этом протоокеане. И опять намокание. То есть, элементы разным образом собирались, пересобирались. И, соответственно, благодаря электричеству в атмосфере и благодаря движению волн, а это благодаря Луне, мы в итоге получили первые органические молекулы. Я-то как-то полагал, что все несколько проще, что какие-то организмы, которые жили в воде, их периодически выбрасывало на сушу, им надоело туда-сюда, они просто там приспособились и остались, как раз-таки благодаря приливам и отливам. Такое случилось гораздо позже, когда вообще появились микроорганизмы, органическая жизнь, первые растения морские, моллюски, рыбы, и уже кисти первой рыбы постепенно вышли на сушу. Это уже совершенно другая эпоха, спустя миллиард лет после того, как жизнь вообще зародилась. В данный момент, о котором мы говорим, речь идет о микроорганизмах, которые только-только стали появляться. А появляться они стали благодаря тому, что происходили очень интересные химические процессы в этом бульоне. Тут, конечно, и вулканическая деятельность планеты помогала, и много других факторов. Существует еще концепция панспермии, это когда жизнь, то есть не сама жизнь, а молекулы, которые органической химии, могли быть занесены с помощью метеоритов или комет. Мы сейчас наблюдаем, например, маркеры жизни на Венере, и явно не мы ее занесли туда. Соответственно, если мы даже в пределах Солнечной системы можем фиксировать маркеры жизни, то почему бы на Земле жизнь сама не могла бы зародиться таким же образом? Что такое комета? Комета – это большой кусок льда с пылью и грязью. То есть это большой кусок воды, где, в принципе, в замороженном виде могут находиться те или иные микроорганизмы. Это слишком громко сказано, это такая большая мечта, найти, обнаружить даже какую-нибудь бактерию или вирус инопланетную. Это было бы, конечно, здорово. Но органика, органические молекулы вполне себе можно обнаружить на кометах, и при падении на Землю какой-то небольшой кометы вполне могла быть занесена органическая жизнь. Но я в данном случае говорю о концепции, при которой это было не нужно. Была Луна, был электролиз, был химический бульон в океане, и постепенно, благодаря в том числе влиянию Луны, на Земле постепенно зародилась жизнь. Мы сейчас проматываем на миллионы, миллионы, может, миллиарды лет вперед, и уже люди есть на Земле, которые как-то наблюдают небо. Какие открытия делали те ученые, еще не имея оптики необходимой, не говоря уже о полете на Луну? Ну, в начале, конечно, шла эпоха мифов. Луна наделялась различными свойствами, соответственно, с концепциями религиозных верований тех или иных народов. И я думаю, что эта эпоха нам сейчас не особо интересна. Мы должны перепрыгнуть уже, скорее, в античности, в новое время. Ну и возрождение, конечно. Возрождение чего? Возрождение античности. То есть эпоха Возрождения возрождали научные подходы и подходы в искусстве античности. Так вот, в эту эпоху мы обзавелись оптикой. Первые телескопы, самые простейшие стекла были еще и в Древней Греции. Ну вот, хорошие качественные телескопы позволили нам заглянуть вглубь Вселенной. И, конечно, на нашу ближайшую спутницу. Тут нужно отдать большую роль не только ученым, но и фантастам, которые предрекли очень многие научно-технические достижения, которые мы сейчас пользуемся тем, что, допустим, предложил Жюль Верн. «Из пушки на Луну» — это прекрасное произведение, где даже была рассчитана первая космическая скорость. И, в принципе, конечно, мы не можем из пушки полететь на Луну по той причине, что перегрузки убьют человека в этом ядре или в снаряде. Но сама концепция, сама идея, что использовать техническое средство для того, чтобы доставить человека на другой объект, это вдохновило многих, в том числе и Константин Дзорыча Циолковского. Циолковский говорил, что Земля — это колыбель разума, но мы не можем вечно жить в колыбели. Ну, время пришло, пора покинуть эту колыбель. Цивилизация должна двигаться дальше. Мы ограничены на Земле ресурсами, но ресурсами может быть ограничено только неразвитое общество, неразвитая цивилизация. Развитая цивилизация достигнет космоса. А космос — это кладовая всех элементов периодической системы Менделеева. В космосе есть всё — на астероидах, на планетах и так далее. Я много привожу примеров. Например, на Юпитере, Сатурне вполне нормальным явлением считается дождь из алмазов. У нас на Земле сейчас алмаз является дорогим кристаллом, но если мы будем осваивать космос, то это вообще будет общедоступно в больших количествах, необходимых для человечества. Что касается Луны. Мы иногда распринимаем Луну как нечто далёкое и недостижимое. И это большая ошибка по той причине, что мы ставим себе психологический барьер, говоря, что как до Луны не достать. Есть очень интересная фраза, которую я впервые встречал в произведениях писателей XX века, но, скорее всего, этой фразе гораздо больше. Луну называют седьмой континент. Дело в том, что у нас по старой советской традиции шесть континентов. Мы называем континентом Евразию. Западные учёные делят Европу и Азию отдельно. Ну, как бы два отдельных континента. То есть у них семь континентов. И в 2018 году учёные выделили новый континент. Он называется Зеландия. И находится под Новой Зеландией. Новой Зеландия – это маленькие острова, но под ним находится огромный континент, который водой покрыт. То есть то ли шесть, то ли семь, то ли восемь континентов. Ну, правильно, как посчитать. Но, тем не менее, фраза «седьмой континент», она, конечно, поэтическая, но она очень тонкая. Она очень чётко отражает то, что для нас является Луна. Луна, если импактная теория верна, то состоит из земного вещества. То есть это часть Земли. Это очередной горизонт. Человек, по сути, это исследователь, путешественник, искатель. Мы всегда шли к горизонту. Мы шли в Новый Свет, Арктика, Антарктика. То есть открывали новое. И вот перед нами лежит новый континент. Он от нас отделён небольшим проливом космоса. Достаточно небольшим. Два дня лёта всего лишь. Состоит из земного вещества и новый горизонт для исследования, новый горизонт для движения человека вперёд в космос. Поэтому название «Седьмой континент» неважно. Седьмой он, восьмой или девятый, как правильно сейчас называть. Но правильно воспринимать это как новый континент, который нам предстоит освоить. И человеку предстоит туда прийти. Вот сейчас мы, Роскосмос вместе с Китайской Народной Республикой и ещё многими странами БРИКС подписали договор о строительстве лунной научной станции. Эта станция будет непосещаемая изначально. Изначально будет осваиваться роботами, дистанционно управляемыми роботами-аватарами в том числе. Но когда-нибудь человек должен прийти и остаться на Луне. Это очень важно. И главное, что у нас есть множество задач для Луны. То есть они недостижимы, ну или слабо, плохо достижимы для Земли. Во-первых, на обратной стороне Луны оптимальные условия для строительства самой крутой для человечества обсерватории. Для слежения за звёздами и вообще за изучением космоса. Атмосфера не мешает наблюдению. На обратной стороне Луны даже Земля не будет загораживать. Ну то есть Луна будет находиться всегда за пределами наблюдения с Луны. И мы сможем видеть очень резко, в высокой резкости объекты, которые можем наблюдать в лучшем случае, находясь телескопы, которые находятся на орбите. Вот они наблюдают за космосом, но им для маневрирования требуется топливо. Они могут выйти из строя. А стационарно установленная обсерватория на Луне, которая лишена атмосферы и других недостатков, которые присущи Земле, это оптимально для обсерватории. Можно же пойти дальше и космодром там построить. Да, это второй пункт. Луна — это идеальный космодром. Потому что, опять же, гравитация так сильно не давит. Мы можем отдельными блоками доставлять туда и топливо, и блоки собирать уже на стартовом столе ракеты и отправлять к Марсу. Ну, конечно, мы, скорее всего, не на ракетах будем лететь ни к Венере, ни к Марсу. Потому что ракеты — это всего лишь средство, это не цель. Скорее всего, будут тяжелые межпланетные корабли, которые ТМК, которые будут собираться из отдельных блоков на орбите. Но все грузовые доставки для строительства ТМК, вот эта звездная верфь, которая может быть построена, с моей точки зрения, на Луне, ну, оптимально строить, конечно, ее там, а не на Земле. Потому что мы перестаем тратить огромные ресурсы на транспортировку. Это самая дорогая часть. 95% всех ресурсов, которые мы тратим на доставку космических аппаратов, это то, что сгорает потом. Это не даже возвращаемые ступени, они все равно имеют срок годности. И через какое-то время они перестанут работать. Соответственно, да, оптимальный космодром. Луна — это вот будущее для полетов к планетам сначала Солнечной системы, а потом к экзопланетам. Третье — на Луне, ну, как и в космосе, отлично работает солнечная батарея. Энергетика без проблем может обеспечивать Луну на Земле. Все солнечные батареи неэффективны. А солнечные батареи на космических аппаратах и на Луне, они будут работать в полную мощность. Конечно, на Луне потребуется всё-таки атомная электростанция. Но для начала солнечные батареи — это первое решение. Четвёртая задача — это производство. Дело в том, что мы уже на космических станциях орбитальных проводили процессы выращивания кристаллов. И вот на Земле мы вырастить хорошие кристаллы не можем из-за той же гравитации. Кристаллы перекашиваются в зависимости от того, каким образом она выращивается. Но, тем не менее, кристаллы не идеальны. В условиях микрогравитации, то есть на орбите, кристаллы растут равномерно во все стороны, они идеальны. То есть такое производство мы можем развернуть на Луне, потому что, опять же, на орбите занимать на станции место производства. А зачем, если мы можем это делать на Луне? А простите, кристаллы чего? Кристаллы, которые используются в основном для электроники, микроэлектроники. Что ещё? Во-первых, это аванпост для движения человек. Мы не можем все яйца держать в одной корзине. Нам нужно человечество распределять по установленной системе, потому что есть проблема перенаселения. Мы знаем, что в 1950-х годах всего лишь, буквально вчера, было 2,5 миллиарда человек на Земле, а сегодня больше 8 миллиардов человек. Решение. Мы идём дальше. Это раз. Во-вторых, ресурсы, потому что на Земле ресурсы ограничены, а в космосе они безграничены. И, соответственно, есть предположение, что на Луне вполне можно добывать детерритий, которые вообще даже на поверхности. Это топливо для атомной и ядерной энергетики, которое хватит человечеству на тысячу лет. Тут только одной Луны нам хватит на тысячу лет, чтобы обеспечить человечеству. Сразу вопросы просто возникают. Может, вы знаете, что с этим делать. Во-первых, радиация. Во-вторых, Луна защищает Землю от метеоритов. Если посмотреть, многие кратеры – это как раз-таки то, что должно было быть на Земле. А как мы будем там защищаться? Ну, как минимум, вот это. Всё правильно. Луна лишена магнитосферы. Магнитосфера защищает нас от солнечной радиации, ну, звёздной радиации, в данном случае у нас солнечной, космической, потому что радиация идёт не только от Солнца, но и от других звёзд, только медленно. Это ставит вопрос о терраформировании или терраформировании, по большому счёту, геоинженерии. Нужно ли нам изменять Луну? Тут большой вопрос. Малые объекты, ну, необходимости полностью превращать в землеподобные, они, ну, скорее лишены смысла, потому что мы будем синтезировать кислород медленнее, чем оно будет улетучиваться, правильно? Но как работать, создать магнитное поле, некоторые решения уже предлагались. Есть, существует множество концепций по геоинжинирингу, терраформированию. Одно из них, вот, по созданию магнитного поля, это вывод на орбиту объекта, в данном случае Луны, несколько тяжёлых спутников, через которых будет пропущен толстый электрический кабель. Это урок физики за седьмой класс. Мы запускаем ток, образуется ток, а вокруг тока образуется что? Электромагнитное поле. А ток мы из солнечных батарей будем добывать? Либо из солнечной батареи, либо орбитальной атомной электростанции, которая будет обеспечивать электричеством вот эту всю цепь. Вокруг электроцепи образуется магнитное поле, ну, то есть искусственное магнитное, так сказать, поле. Так это через всю Луну нужно будет по поверхности протянуть вот этот кабель? Да. Существует множество таких крупных концептуальных проектов, которые, конечно, требуют решения на уровне государств. Даже, наверное, не одного государства, а нескольких. Например, космический лифт. Отличная идея. Не лишена некоторых недостатков. Вот есть некоторые физические вопросы. Не решены, но, тем не менее, строительство лифта обеспечит дешевый подъем на орбиту грузов и человека. Гораздо дешевле, чем ракетами. Вы тут поясните, что лифт, имеется в виду буквально настоящий. То есть от Земли будет тянуться какой-то там электромагнитный трос, кабель, по которому мы сможем подниматься. Это то, что вы сейчас сказали. Это электромагнитная катапульта. Это другой вариант. Существует несколько концепций. Я еще раз повторю. Константин Дуарович Толковский говорил, что для меня ракета не является целью. Это всего лишь средство. Если будут другие способы доставки людей и грузов на орбиту, с удовольствием приму их. Суть в чем? У нас существует множество интересных концепций. Первый из них – это космический лифт. Это буквально лифт, платформа, на которой будут подниматься грузы и люди. То есть на скафандрах подготовлены. Существуют различные варианты. Китайцы предлагают реактивный лифт, то есть с реактивной тягой, поднимающий на, грубо говоря, ракетные двигатели. На этом лифте, конечно, требуется гораздо меньше топлива, и больше груз может быть поднять. И направляющие не позволяют этому грузу идти. Фактически над планетой вывешивается тяжелый спутник, опускается трос. Это геостационарный спутник, который движется с поверхностью. И, собственно, по нему двигается платформа. Это одна из идей. Есть некоторые физические проблемы, которые нужно еще решить до того, как это строить. И, конечно, такой инфраструктурный проект нужно строить, ну, не знаю, странный, БРИКС хотя бы. Я думаю, что это было бы по силам нам. Самой первой физической проблемой, кажется, расстояние. Сколько там до Луны? Ну, нет. Космический лифт до Луны строить бесполезно. Нет, до космоса. То есть 100 километров у нас линия Кармака. Примерно на эту высоту мы будем поднимать, а дальше уже, как вариант, две станции. Одна около Луны, другая около земной транзитной. Сначала добираемся до этой станции, перелет со станции на станцию, и потом спуск на Луну. То есть обязательно при таком сложном и длинном маршруте необходимы хотя бы две пересадочные платформы. С кольцевой на радиальную. Да, 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 земная, лунная, назовем ее так. Кроме космического лифта есть идея стратосферной башни. Это очень высокая башня, и, собственно, взлетать с нее будет проще, меньше топлива тратить, как, допустим, взлетать с Севереста, чем с уровня моря. Существуют, существовали и существуют проекты воздушного старта, когда самолет-разгонщик поднимает маленький корабль на, ну или большой, если большой самолет-разгонщик, поднимает в стратосферу, и оттуда уже стартует корабль в космос. То есть, опять же, это не ракета. Вариантов очень много. А то, что я упомянул с электромагнитным. Да, и электромагнитная катапульта. Тоже существует их несколько вариантов. Ну, вот один из самых простых, представьте, Маглев, это русское, кстати, слово, Маглев расшифровывается как магнитная левитация. Маглевы, это поезда на магнитной подушке, были построены в Советском Союзе впервые, испытывались в Москве, кстати. А сейчас существуют они только, строились во Франции. В Советском Союзе большая линия Маглева строилась в Армянской ССР, но, к сожалению, из-за землетрясения была полностью разрушена. Ну, как раз перед распадом Советского Союза там случилась катастрофа, и линия была разрушена. Но Маглев сейчас существует в Китае, очень хорошо развит, существует в Японии и в Южной Корее. По-моему, строят, я не знаю, построили или нет. Собственно, в чем особенность? Магнитная подушка, это средство висит на рельсе и не трется, нет сил трения, и, соответственно, это очень сильно экономит в энергетике. Можно по кругу, допустим, по большому кругу разгонять объект, ну, конечно, не человека. Такие электромагнитные катапульты, конечно, лучше всего подойдут для доставки грузов на орбиту, спутников, грузов, но не живых организмов. Они разгоняются до очень высоких скоростей на Земле, и потом в какой-то момент поднимается направляющая, и объект забрасывается в космос. То есть вот можно решать такие вопросы. На Земле это сложно, но для Марса это вообще оптимальный вариант. То есть если взлетать с Марса, конечно, лучше с такой электромагнитной катапульты. Мы отвлеклись и правильно сделали на способ доставки. А с метеоритами-то что делать? Систему ПВО там выстраивать? Да, да. Система защиты, должно быть ПВО, которое будет не пропускать крупные метеориты. И, соответственно, если человек придет на Луну основательно и будет там строить колонии, то это, скорее всего, будут подлунные города. А из чего состоит Луна? Ведь буквально Королев, расскажите эту историю, постановил, что Луна, она твердая. Это Королев приказал Луне быть твердой, и она стала. Суть в том, что когда разрабатывались шасси для луноходов, было много вариантов. Были лыжи, были катера, которые... Потому что никто не знал, вот Луну мы наблюдаем, но какая она, какая поверхность, насколько она плотная. Может быть, там рыхлая поверхность, как песок, а может быть, там совсем настолько мелкая фракция. Собственно, реголит — это и есть мелкая фракция. Буквально мука, да. И посадочный аппарат просто утонет там. Соответственно, разрабатывались и с колесами, которые, как у пароходов, вот просто плыли по этой поверхности. И лыжи, как аэросани. И как у танка гусеницы. Собственно, первые луноходы, так называются лунные танки, они разрабатывались... Шасси для луноходов разрабатывались в Ленинграде, в ней Трансмаш. А это предприятие, которое занималось танками и тракторами. То есть, и «Лунный трактор», фраза, которую использовал в своей песне Высоцкий, это, собственно, почему «Лунный трактор»? Это реально на тракторном заводе, ну, на заводе экспериментальное предприятие, которое разрабатывало шасси для разных аппаратов, разрабатывалось для лунохода. И вот, когда пришло время запускать что-то на луну, а мы не знали, что, и все бегали и думали, ну, давайте такой, а не давайте такой, а давайте какой-то гибрид придумаем, пришли к Сергею Павловичу Королёву и сказали, ну, что делать? Он взял бумагу и написал, приказываю луну считать твёрдой. И расписался. Собственно, он оказался прав, луна оказалась достаточно твёрдой, и на ней вполне можно сажаться с теми шасси, которые разрабатывались на ЛК, ЛК-1 на наших лунных посадочных аппаратах. И, собственно, на луноходах, которые, собственно, отличаются от обычных колёс маленькими грунтозацепами, которые просто, чтобы не проворачивались колёса, хватали грунт и двигались вперёд. Да, можно сказать в шутку, можно сказать, что это Королёв сделал луну твёрдой. И благодаря этому мы можем тогда там строить тоннели и жить внутри? Да, можем углубляться, покрывать грунтом. Первые планы городов, лунных городов, разрабатывались Владимиром Барменным. Они его в честь него назвали Барменград, или ещё было название Звезда. Это такие цилиндры, которые соединялись между собой. Причём, так как существует проблема ограниченности пространства и объектов, сколько мы можем доставить на Луну, каждая такая кабина поворачивалась вокруг своей оси, и, соответственно, менялась планировка. Это могла быть кухня, это мог быть тренажёрный зал, это могла быть спальня, ну, могла быть спальня, либо другой вид комнат. И, собственно, из таких блоков должна была составляться база и накрываться сверху лунным григолитом для защиты от радиации. Ну, на Земле бы, кстати, учитывая, сколько сейчас стоит недвижимость, не помешали бы такие капсулы? Делали на Земле. Во-первых, испытывали. Испытывали лунную базу, звезду эту на Камчатке, как раз на территории вулканической активности, где базальты больше всего напоминают лунную поверхность. А вы сказали, название Барминград, а ведь на обратной стороне Луны есть море Москвы. Мы вот на Москве-24. Да. Как оно там появилось? Давайте сейчас про первые три лунных АМС мы поговорим. Наконец-то, да. Да. И к третьему тогда уже придём. Первая. Значит, первая задача была после запуска первого искусственного спутника Луны, первого живого существа, лайки. В 1959 году была идея достичь Луны. Как достичь Луны? Сначала мы не ставили цель сесть мягко на Луну. Достаточно было бы просто попасть. Мы запускаем ракету и снарядом попадаем в Луну. Всё, попали в Луну, значит, мы можем долететь. И это отличная идея. И в 1959 году было запущено, на самом деле, большое количество АМС. Но мы хорошо знаем про три. И о них и поговорим. Луна-1. Луна-1, так же, как и Луна-2, целилась в Луну. Но, к сожалению, промахнулась. Прошла совсем рядышком. И стала первым искусственным спутником Солнца. Её называют первой искусственной планетой. То есть Луна-1 стала Солнце-1, получается? Ну, фактически, да. Но АМС Луна-1, но это Луна-Солнце, можно так сказать. Но журналисты придумали более романтическое название для Луны-1. И в наших СМИ она появилась под названием «Мечта». Вот вокруг Солнца до сих пор вращается мечта. Первый искусственный спутник Солнца. Или зарубежные СМИ назвали это первая искусственная планета. Это Луна-1. Луна-2, она точно попала в цель. То есть она попала в Луну. Это первый рукотворный объект на другом объекте Солнечной системы. И разбросала вымпелы. Вымпелы с гербом нашего государства, в том числе Советского Союза. И датой прибытия. Когда мы достигли... Человек впервые достиг пальца Луны. И я думаю, когда-нибудь в будущем мы там построим музей освоения Луны. Именно в точке прибытия Луны-2. И, соответственно, туда можно будет стянуть все луноходы и прочее. Это будет замечательный музей, наверное, лучший в мире. И Луна-3. Тот же 1959 год. Это уже был совершенно другой объект. С фотоаппаратом. Этот зонд пролетел с обратной стороны Луны. Сделал кучу снимков. Вернулся обратно. Мы эти снимки проявили. То есть у нас появились первые за всю историю человечества... Ну, за сколько там существует хомо сапиенс, 2,5 миллиона лет, да? Хомо сапиенс существует. Впервые за это время человек увидел, как выглядит Луна с другой стороны. Главное, что мы на правах первооткрывателей получили эксклюзивное право назвать обратную сторону Луны. И, значит, там большое количество названий. И Королёв, и Циолковский, моря, горы. Ну, на Луне с обратной стороны. Если эту сторону в основном называли античной, и в основном, на самом деле, эпохи Возрождения учёные. И, кстати, сразу нужно сделать маленькую ремарку. Почему моря? Потому что тогда ещё считалось, что вдруг там на самом деле моря и вода. Но сейчас это астрономическая традиция, тёмные объекты на других объектах Солнечной системы называть морями. Это просто уже астрономическая традиция. Так вот, самое интересное, что на обратной стороне Луны мы дали название как наших учёных и инженеров, так и западных. То есть мы тех, кто разрабатывал в то время, и действительно большой вклад излучения Луны и космоса внёс, дали название. В том числе и античных, и эпохи Возрождения. И, возвращаясь к Москве, да, у Москвы есть море. Все могут гордиться. Москва имеет своё море, но это море находится на Луне. То есть Москва-порт шести морей, получается. Получается, да. Море Москвы на Луне. Расскажите, как мы готовили всё-таки высадку человека на Луну? Мы же практически к этому подошли. У нас параллельно развивалось несколько проектов освоения Луны. Как всегда, несколько КБ участвовали в соцсоревнованиях. Был Челомеевский проект и проект ОКБ-1 Королёва, Сергея Павловича Королёва. Это сейчас РКК «Энергия». Причём у Королёва даже было три разных проекта. Значит, Королёвский первый проект, он подразумевал строительство так называемого, ну, можно его так назвать, лунный поезд. На орбите из шести отдельных блоков собирался такой паровозик. Это главная часть пилотируемая с космонавтами. И ещё пять блоков топливные разгонные блоки. Всё это должно было залетать стандартной нашей обычной ракетой Р-7. Ну, Восток, Восход, сейчас у нас Союзы летают. У нас это самая надёжная, самая распространённая, самая разнообразная ракета в мире, Р-7. И вот на одной из модификаций Королёв собирался запускать «Север». Вот мы знаем про корабль «Восток» Гагаринский, но был ещё проект «Север». И вот «Север» с разгонными блоками должен был долететь. Ну, первый полёт должен был быть облёт Луны, а потом и с посадкой. Соответственно, от этого проекта отказались. Это самое-самое начало, так сказать, первые проекты, когда у нас была только «семёрка» Королёвская Р-7. Потом Сергей Павлович резонно решил, что на этих маленьких ракетах большое количество, возможно, нештатных ситуаций. Мы можем долго запускать эти все шесть объектов, состыковывать, расстыковывать. Всё это сложно. А давайте построим большую и очень тяжёлую ракету. И эта ракета называлась «Н-1». Мы её построили. Это был шедевр. И до сих пор, с моей точки зрения, самая красивая ракета из всех, что я видел. Было всего лишь четыре запуска этой ракеты. К сожалению, все четыре закончились авариями, различными авариями. Это были разные аварии. Но каждый раз носились исправления, ракета менялась. Она каждый раз что-то новое появлялась, что-то добавлялось, что-то улучшалось. Я уверен, что на пятый-шестой раз нам бы удалось запустить «Н-1». Но, к сожалению, умер Сергей Павлович Королёв, главный движитель нашей космической лунной и марсианской программы на тот момент. И он умер. Уже высадились американцы. И, к сожалению, проект был закрыт в пользу строительства постоянно действующих орбитальных станций. Собственно, мы, наверное, основной эксплуатант космических станций. Большинство станций в мире построили мы. У нас, во-первых, были ДОС, это долговременные орбитальные станции, и были временные станции. Временными станциями считается стыковка двух кораблей. Два корабля состыковались, вот она, первая космическая станция. У нас были стыковки Первых Союзов, были в автоматическом режиме, были в пилотируемом режиме с переходом экипажа из корабля в корабль. Была первая временная международная космическая станция, это Союз «Аполлон». И вот в 1970 году мы запустили первую в мире долговременную орбитальную станцию ДОС. У нас был салют 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, было еще две беспилотные, мы их не считаем. Была станция МИР, МКС, у нас наш российский сегмент МКС, станция образующей, это уже 9, и 10, это вот сейчас мы проектируем РОС. У китайцев три были космические станции, у американцев одна. Ну, этот Skylab, плюс сейчас, ну как, и МКС они строили с нашим участием. То есть, основной опыт у человечества по строительству космических станций, это, конечно, Советский Союз и Россия. Так вот, Н-1, возвращаясь к ракете Н-1, она не полетела, но были альтернативные проекты. И вот, Владимир Челомей, в его КБ разрабатывалось УР-700, УР-900. Это сверхтяжелые ракеты-носители, как и Н-1, которым даже не требовалось делать сложные маневры на орбите с расстыковками и прочее. Это была очень тяжелая ракета, мощная ракета, которая могла доставить сразу на Луну, без всяких сложных маневров, перестыковок и прочего. Причем он пошел по очень легкому и интересному пути. Он создавал многомодульную станцию, то есть, не многомодульную, а составлял ее из реально уже существующих ракет. Это УР-500, протон, ну, отдельные блоки от УР-500. И УР-100, это баллистическая ракета. Составляя из нее отдельные блоки, получилась сверхтяжелая ракета УР-700. И это был очень интересный, тоже, альтернативный проект для АН-1. Если была бы политическая воля, то мы могли бы доставить человека на Луну и вернуть, причем, прямой полет туда и обратно. Кроме того, существовали проекты Бармина. Они, конечно, ну, и тут нет ракет-носителей, но различные проекты по строительству баз и передвижные базы, например. Например, представьте, опять же, возвращаясь к лунным паровозикам, только в данном случае поезд не от Земли к Луне, а поезд-база, которая двигается по Луне. Вот, это тоже один из проектов, которые должны были доставить ракеты АН-1. То есть, проектов было очень много. Последний из них лунный проект, лунный и марсианский проект. Опять же, я подчеркиваю, Н-1, это изначально была марсианская ракета, Королев ориентировался на Марс и на Венеру. Луна, это была временная просьба руководства страны, ну, пожалуйста, ну, давайте хотя бы Луну сейчас быстренько, а потом уже вы свой Марс занимаетесь. Но тут прилетели американцы и необходимость отпала. И решили, что не имеет смысла. А что дальше-то? Мы вот собираемся еще запускать какие-то, что это будет? Да, да, конечно. Проекты Луна-25, 26, 27, 28, 29, они все расписаны и по годам, и по миссиям. Следующая должна быть не посадочная, а орбитальная. А Луна-27 уже будет опять посадочная. Вот мы можем, если найдем иллюстрации Луны-27, обычно показывать с маленьким луноходиком. Не знаю, будет ли это луноходик или нет, просто тогда, когда этот концепт рисовали, этот луноход был индийский, и тогда Индия вместе с Россией вместе собиралась Луну осваивать. А сейчас у Индии саваяние лунная программа. Возможно, у нас будет свой луноходик, а может быть, мы от него откажемся. Но если свой, то лунный трактор. Да, да, да. Интересно, что в советской лунной программе мы... Последний был у нас лунный АМС, это Луна-24, в 1976 году прилунялась и взяла образец грунта методом бурения, глубокого бурения. И там впервые были обнаружены кристаллики льда. То есть впервые на Луне в воду обнаружили в Советском Союзе в 1976 году. И интересно, что Луна-25 должен был быть советский АМС. По-моему, 1977 год уже. И это была посадочная платформа с луноходом-3. Но луноход-3 остался в музее, не полетел, потому что протоны сейчас тогда использовались для... Ракет-носитель протон использовались для вывода спутников связи. И на луноход-3 не оставалось возможности просто отправить. И Луна-25 советская не состоялась, состоялась российская. Пока она неудачная, но хорошо, что мы наконец-то запустили. Это вообще радостное событие, что мы наконец-то двигаемся к Луне. Наконец-то этот автомобиль сдвинулся, забуксовал, но начал двигаться. Ура! И проблема с Луной-25, с моей точки зрения, это то, что мы мало летаем. Чем больше летаем, тем больше результатов. Аварии будут, но по сравнению с количеством налетов их будет меньше. И ошибки все будут исправляться в процессе. В советской лунной и марсианской, и венерианской программе было большое количество аварий. Просто их обычно не афишируют, но это нормально для космоса. Спасибо большое за лекцию. У нас сегодня в студии был Максим Цуканов, популяризатор космонавтики. Спасибо, друзья.